Привет, народ! Сегодня хочу поговорить об одном из главных аспектов для домашнего пивовара. Это дезинфекция. Это очень важный момент, потому что работа, скажем так, тяжелая. Хотя она для души, и многие с удовольствием варят, потом ждут брожение, когда оно там получится. Но обиднее всего получить на выходе, через месяц, скисший продукт, какую-то бурду вонючую. Что это такое, не знаю. Запах ризкий и неприемный. Это очень обидно. И тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше еще раз продезинфицировать то, что вы вроде подумали, что продезинфицировали, но не уверены. Лучше еще раз продезинфицируйте. Значит, дезинфекция. Что такое вообще вся дезинфекция? Как вот так, по-лекторски, по-профессорски. Что такое дезинфекция? Дезинфекция – это уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей нас среде. Будьте добры, помедленнее. Я записываю. Ну, по-простому, короче, надо всех этих гадов замочить, чтобы они не портили наше пиво. Существует пять степеней дезинфекции, пять видов дезинфекции. Первое – это механическое. Все загрязнения, которые, вот, ДК, там, в бродильных баках, которые плотно налипает, она вся должна быть удалена механически. Все загрязнения, которые отмываются просто водой, сначала надо все это тщательно отмыть. мочалочкой, ни в коем случае не абразивной частью, а только мягкой частью, чтобы не было царапин. Как можно меньше царапин, потому что чем больше царапин, тем больше… Это как вспаханное поле для ростков жизни. Чем больше будет царапин, тем больше будет микробов там заселяться, тем сложнее будет все это дезинфицировать. Поэтому мягкой щеточкой, мягкой мочалочкой, все это водичкой смачиваем, не спешим, если оно не отдирается с первого раза, смачиваем, отдираем, смачиваем, отмываем. Это механический способ. То есть перед основной дезинфекцией надо всегда хорошо все отмыть, чтобы не было визуально никакой грязи. Второй вид дезинфекции – физическое. То есть физическое воздействие, такое, как кипячение или воздействие ультрафиолетовым наключением. Очень хорошо помогает. То есть некоторые предметы мелкие, которые можно замочить в воду, поставить на плиточку, прокипятить. Очень хорошо действует на... Ну, для микроорганизмов это не очень хорошо, для нас очень хорошо. Третий вид нашей дезинфекции – это химическая. Это основной вид, которым мы пользуемся в нашей практике. Это перекись водорода, хлорсодержащие всякие там, спирт, любые соединения, которые позволяют нам быстро, безболезненно избавиться от лишней микрожизни на нашем оборудовании. Все это химические виды дезинфекции. Четвертый вид дезинфекции – это комбинированный. Ну, грубо говоря, это все предыдущие три способа дезинфекции – механический, физический и химический – совместно. То есть сначала надо хорошо это все отмыть, оборудование. Вот возьмем тот же стакан. Сначала их хорошо механически отмыли, прополоскали. Потом захотели, окунули его в воду, прокипятили. Или залили дезинфицирующим раствором. Продезинфицировали. Пятый метод мы, конечно, использовать не будем. Но для общего развития я о нем скажу. Это биологический. То есть это использование каких-то альтернативных микроорганизмов, бактерий, микробов, которые находятся в конфликте с нашими патогенами, которые, грубо говоря, убивают и жрут. Но которые нам не приносят вреда. В нашем случае это не работает, не приспособлено. Это используется для каких-то экологических факторов. Когда загрязнение водной среды или какая-то биологическая эпидемия идет. То есть там запускают в водоем микроорганизмы, которые жрут. Например, нефть какая-то заполнила нефть. Есть какие-то микроорганизмы, которые углеводороды вот эти вот сжирают. И так вот работает биологически. Нам он на данном этапе не интересен. Поэтому будем пользоваться первыми четырьмя. Вернее, первыми тремя. По четвертому способу. Лучше всего для дома купить какие-то контейнеры. У меня вот нержавейки есть. Можно пластиковые какие-то, которые легко можно продезинфицировать. Есть даже пластик, который выдерживает температуру кипячения. Там до 110 градусов, по-моему, он выдерживает. Которые можно кипятить. Тоже очень интересная такая вещь. Можно в кастрюле где-то прокипятить его. Туда сложить мелкие какие-то детальки. И закрыть плотненько оно там будет. Ну, с нержавейки тоже такие вот кастрюльки неплохие. Тут все помытое, продезинфицированное. После дезинфектанта все сложено. Оно хранится после дезинфекции. Каждый раз, когда я достаю, я обязательно еще раз дезинфицирую. То есть, нет, если я один раз продезинфицировал, я его потом дезинфицирую. Нет, то есть, я его использовал, взял, продезинфицировал, попользовался. Еще раз промыл, продезинфицировал, сложил. И оно у меня всегда лежит. Не надо никаких шансов допускать микробам или плесени, развиваться где-то на вашем оборудовании, а потом это все удалять. Для работы с химией, конечно, лучше купить очки, потому что глаза у вас одни, заменить их нечем. Фу, сполоснул бы сперва. Если попадет какая-нибудь перекись водорода в глаз или кислота какая-то, это, мягко скажем, не очень хорошо. Можно перчаточки медицинские купить именно для работы, потому что очень удобно. Одеваешь перчаточки, и можно уже их влазить в дезинфицирующем растворе. Они сами продезинфицируются, влияния на кожу никакое не будет, с кожи ничего не попадет. Поэтому идеально, конечно, средство защиты иметь. Набор инструментов не очень большой, но крайне эффективный. А то дешево, надежно и практично. Мерный стаканчик, щеточка какая-нибудь, большая, маленькая, леечка, распылитель. Еще можно какой-нибудь взять шприц большой, 20-кубовый. Удобно промывать шланги какие-то, неудобные места. Дезинфицирующий раствор вставляется в шланг и внутри промывается. Лучше всего брать силиконовые шланги, потому что силиконовые очень мягкие. Они гнутся очень удобно. Не дубеют, при холоде не дубеют. При кипячении не плавятся. Самый особый контроль за дезинфекцией у нас наступает с момента охлаждения сусла. То есть, когда сусло у нас охлаждается где-то до градусов 50-40, все это уже потенциальный риск заражения. Наше проваренное и охлажденное сусло – это совершенно стерильная среда. И наша задача максимально быстро и чисто перелить в бродильный бак. Все это дело, чтобы у нас не было никакого заражения. И быстренько засеять дрожжами. Как я подготавливаю нашу бродильную емкость? Вот такую вот обычную бродильную емкость домашнего пивовара. Во-первых, я ее мою, как я уже рассказывал. Все это промываю. Когда она чистая, тогда набираю 3-процентную перекись водорода. Заливаю немножечко моющим средством. Буквально 1-2 капли. И обрабатываю полностью всю поверхность нашего бака. И в течение 10 минут, например, постоит. Можно еще за это время пару раз обработать наш бак. Правда, потом обязательно надо смыть это все, мыльный раствор, кипяточком. То есть чайник закипел, подняли и вот так вот все слили, вылили. Пару раз и у вас 100% будет стерильная, идеальная посуда. Что такое перекись водорода и как она действует на микробы? Пишется по химической формуле, обычно, как обычная вода H2O, только с одним добавленным атомом кислорода. Атом кислорода H2O2 относится к реактивным формам кислорода. Этот атом кислорода, он нестабилен, он отрывается, прилепляется к любой живой клетке и вызывает так называемый оксидативный стресс. В результате чего белок клеточной мембраны окисляется и... А какой-то он не живой парнишка-то твой? Ну, как бы да, она становится не живая. Перекись водорода, по сути, идеальный дезинфектант для пищевых производств. Потому что расщепляясь, остается только чистая вода, ну и дохлые микробы. Больше ничего. В принципе, даже смывать не надо. Но, один нюанс. Та перекись водорода, которая продается в аптеках, она идет с добавкой. Там идет стабилизатор бензоат натрия. Бензоат натрия, он в принципе не вреден для человека. Ничего там страшного нету. Но это сильное средство микологическое такое. Он подавляет очень хорошо. Дрожжевые, плесневые, грибные, вот эти вот все клетки очень сильно действуют на грибы. Поэтому, если вы оставите эту перекись на лед на бродильном баке или в бутылках перед разливом на карбонизацию, этот бензоат натрия может убить ваши дрожжи. И у вас остановится брожение. Что дображивание в бутылке, что основное брожение. Поэтому, если используете перекись водорода с аптеки, обязательно ее надо смывать. Ну, плюс к тому, если вы добавляете туда средство для посуды, мыльное, все равно надо смывать. Даже если вы используете чистую перекись с аптеки, ее все равно надо смыть кипятком. Ни в коем случае не сырой водой. И еще один отличный дезинфектант, который легко можно найти в домашних условиях. Купить, сделать самому наш любимый C2H5OH. Или этанол, или этиловый спирт. Правда, рациональная формула химическая пишется как CH3CH2OH. Ну, это не имеет огромное значение, поэтому останавливаться на этом не будем. Ты втираешь мне какую-то дичь. Способ воздействия на живую клетку у спирта немножко другой, чем у перекиси. Спирт денатурирует белок клетки. То есть, воздействует как кипяток на белок яйца. То есть, меняет структуру белка. Это чистый спирт. Если белок был вот такой, например, то после денатурации он становится вот такой. А какой-то он неживой парнишка-то твой. Да, он неживой. Рабочим дезинфицирующим раствором спирт считается с концентрации, начиная от 50%. Но чем выше концентрация, тем быстрее, меньше надо выдерживать. То есть, 50% надо выдерживать полчаса, 40 минут. Чем выше концентрация, тем меньше надо выдерживать. И один момент. Самый чистый спирт, 98-99% он не работает. Вот такая вот у него особенность. Он практически не убивает ничего. В разведенном состоянии даже самый эффективный получается 96%. 95-96%. Он очень хорошо работает. Быстро все убивает. Но может плохо проникать в трещины и в царапины. Самая лучшая эффективная концентрация считается 76-80% спирта. Этот раствор эффективно проникает во все щели, во все трещины, смачивает все и очень быстро убивает все бактерии и микроорганизмы. Единственное, спирт не работает. Это его минус. Что такое споровая форма? При неблагоприятных условиях клетка теряет до 2-3 влаги своей. Она усыхает, покрывается коркой защитной и пережидает неблагоприятные условия жизни. Это очень серьезная защита, защитная форма клетки. Некоторые формы могут 3-4 часа кипячения выдержать, температуру жидкого азота выдержать. То есть их ничего не убьет. Очень серьезно химическим дезинфектантам устойчивость у них сильная. Спирт, например, их не берет. То есть они могут плавать в этом спирте любой концентрации, эти споровые, засохшие клетки, и им ничего не будет. А перекись, например, хорошо справляется и со споровыми формами. Правда, начиная с 6% концентрации, она очень хорошо и быстро убивает даже споровые формы. И ультрафиолет. Ультрафиолет действует как на живые, так и на споровые формы, убивая все. Так что, если есть возможность какую-то лампу ультрафиолетовую повесить, то открытые поверхности и воздух особенно очень хорошо дезинфицирует. Верная смерть. Поэтому можно сделать рабочий раствор спирта, разбавляя его не водой, а лучше всего не водой, а перекисью водорода. 3 или 6% перекисью водорода. То есть, взять чистый спирт 99,8%, по нашему калькулятору посмотреть, сколько получится, разбавить его, чтобы получилось 76 или 80%, и добавить нужное количество не воды, а перекисью водорода. Таким образом, в спирте не будет ни споровых культур, и он будет убивать вегетативные, то есть, живые формы микрожизни. Лично я дезинфицирую так, то есть, перекись водорода с каким-нибудь жидким мылом, все это обрабатываю, здесь обрабатываю, оно у меня выстаивается минут 10, пару-тройку раз обрабатываю это дело, чтобы возобновить эффект. Потом кипятком, все смываю кипятком, выливаю два раза, оно у меня готово. Шланг для перелива обязательно силиконовый, отличная штука, можно закинуть в дезинфекцию куда-то, оно полежит, продезинфицируется. Можно закинуть в кипяток, оно проварится, 5-10 минут прокипело, уже готовый дезинфицированный шланг. Снимаю, опять в кипяточек его, или в дезинфицирующий раствор. Отбродило, слил по бутылкам, все это аккуратненько промыл, механически слил, опять продезинфицировал, слил кипятком, могу залить перекисью водорода сюда, оно остается, перекись водорода внутри, в кранике вот здесь, особенно в кранике, во всех труднодоступных местах, как консервант. Закрываю крышечку, и оно стоит у меня, ждет следующего часа, если не используете сейчас. После этого, когда оно понадобится, то же самое, выливаю старую перекись водорода, опять продезинфицировал и залил сухом. Бутылочки дезинфицирую спиртом, наливаю немножечко спирта, закрываю крышечку неплотно, взбалтываю, оно у меня стоит. В течение 10 минут, периодически взбалтываю, промываю, потом это все выливается, выдряхиваются остатки, закрывается крышечкой. Все, готово для налива. Остатки спирта абсолютно не критичны для нашего пива, даже лучше будет. Все, оно готово, оно не скиснет 100%. В принципе, ничего сложного, надо просто поставить себе задачу, уделять этому должное внимание. И у вас никогда не будет скисшего пива, никогда не будет огорчения от вылитого в унитаз продукта. Столько трудов, все на смарку. Всем удачи, чистого всем и вкусного пива. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok